Сегодняшний тренинг – очень хороший тренинг, потому что в современном рынке, на данный момент, наверное, продажа – самый важный навык для любого предпринимателя. Человек могут производить что угодно, могут открыть рестораны, ночные клубы, могут открыть любой, что угодно. Но если продажи нет, денег не будет. И когда нет продажи, это бизнес все равно итоги банкротства. В конце концов, придет в банкротство, хочешь не хочешь. Даже самые лучшие бизнесы могут банкротиться. Потому что продажа – она одна из основной частей. Я буду сегодня уклон делать, можно сказать, в разных направлениях. В торговле, можно сказать. Но больше буду говорить о розничной продаже. Чтобы и то, и то, и то. Но вы найдете все то, что вам нужно в процессе разговора. Все то, что надо будет. Вы найдете. Если я не буду задевать специфика вашего бизнеса, может быть, в каждом бизнесе своя специфика, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пожалуйста. Это нормальный облег. Как мне вот это сделать? Может быть, вы в машине продаете, может быть, кто-то продает техники, кто-то продает того. Но вы задаете вопрос и постараемся, чтобы именно по окончании сегодняшней встречи каждый из вас получал то, что вам нужно. Недавно у меня один человек спросил, Влад, если вы начинали бы с нуля, что вы делали бы? Он мне спрашивает, чем вы занимались бы? Я сказал, я стал бы хорошим торговым моментом. И он вот так смотрел на меня, да вы что? Я сказал, да. Я сказал, знаешь, даже я свой бизнес не открыл. Я сказал, да вы что? Я сказал, знаешь, сколько головной боль, когда у тебя свой бизнес? Я просто сидел бы на добавленной стоимостью и стал бы супер торговым агентом, продавал бы огромные объемы, большими объемами кучи товаров. И не надо было мне вложить свои деньги. У меня не было риска. Я ставлю просто хорошим, супер торговым агентом. Геморроя меньше. Согласны? Вот у кого есть бизнес, у него точно много проблем. Торговый агент что? Сегодня продают одно, завтра другое. Продаете и продаете. Моя задача была бы искать тому, кому нужны эти продукции. Всего лишь требуется знать, где что находится, что кому что нужно. Просто искать информацию и все. Минимальными рисками. Почти что риска нет. Постойте там мост и сидите на своей маленькой небольшой двери. Вот это супер. Он послушает меня и говорит, а так разве можно зарабатывать? Я сказал, да. Сейчас многие люди, которые понимают, так и делают. Кто это понимает? Просто кто не понимает, будут сидеть. Поэтому есть компании, которые дистрибутскую сеть построили. Чем они занимаются? Они знают продавцов, они знают розничных магазинов и просто им обеспечивают это. Разве этим не занимаются? Они этим занимаются. Все думают, как это делать. Просто надо организовать этот механизм. Поэтому продажа самый важный навык в бизнесе. Опыт продажа очень хорошо помогает построить бизнес. Я бы хотел сказать, что большинство бизнесменов надо, чтобы они хотя бы чуть-чуть опыт продажи провели. Потому что это очень хорошо помогает потом обучать продавцов, обучать торговых агентов, организовать отдел продажи. Вот это очень хорошо помогло. Прежде чем начнем сегодняшний тренинг, давайте сначала подумаем, как правильно учиться. Что такое учиться? Учиться – это не набор новой информации. Когда люди встают вопрос, что такое учиться, и тут же они начинают говорить. Да узнать что-то новое, узнать побольше и так далее и так далее. Нет, ребята, это не случится. Вузы средняя школа на 90% направлен процесс обучения на подтверждение фактов. То есть, столько-то материк существует, формула «вода вот так» и так далее и так далее. Столько-то вид растений, столько-то животных живут, когда Наполеон напал в Россию. Ну, то есть, подтверждение фактов. Основно, ты зубрируешь подтверждение фактов. Кто хорошо их запоминает, он пятерку получает. Кто плохо запоминает, двойка-тройка получает. Весь процесс учебы 90% направлен на это. И поэтому, когда человек заканчивается средняя школа, он почти что-то все забывает. Нет. Вот сейчас вы вряд ли вспомните, чему учились в школе. Я ничего не помню. Были отличного, но ничего не помню, честное слово. Кроме таблицы приумножения, потому что его практикуешь постоянно. И эта таблица приумножения в последнее время, после того, когда калькулятор появился, уже не перестали быть практикованным. Если сейчас быстро кого-то из вас спросить, вряд ли кто-то четко отвечает быстро по таблице приумножения уже. Потому что последние пять лет уже люди, все калькуляторы используют, перестали ручку бумага вычитать. Получается, что что такое учиться тогда? Учиться – это приобрести те навыки, которые приведут некие изменения в твоем личности и приведут изменения в твоем результате. Учиться – это знать, как изменить ситуацию. Понимаете, как изменить ситуацию в лучшую сторону? Например, раньше я не мог удвоить товарооборот, теперь я научился это сделать. Раньше я не мог вводить машину, теперь я введу. Я учился. Я раньше не мог к компьютерам обращаться, теперь умею. Я раньше не мог почитать финансовые отчеты, теперь умею. Я раньше не мог сохранить деньги, теперь умею. Например, да? То есть, изменения, которые привнесем нашим бизнесам. Это есть учиться. Вот это очень большой родина. Как учиться? Теперь внимание обратить. Когда мы сейчас будем говорить о продаже, продажа – это не теоретическое учение. Она основной, можно сказать, практическая вещь. То есть, это навык, который совершенствует только путем практики. Это похоже на плавание. Если человек подходит к тебе, и представьте, к тренеру подошел человек и говорит – научи мне плавок. И тренер говорит – хорошо, без проблем. Вот тебе книга, почитай. Завтра приходи, экзамен сдавай. И представьте, парень пошел, полностью изучал, зубрировал все правила плавами. Он возвращается, экзамен сдает на пятерку. Рука туда, нога сюда, голова туда надо держать. И вот так надо делать. Вот так надо делать. А представьте, тренер говорит – все, ты готов? Поедем на соревнования. Представьте, представьте. А потом приехали на соревнования, и они ему говорят – заходи в воду. Он говорит – я боюсь. Он говорит – ты же все знаешь. Он говорит – да, я знаю, но я ни разу не плавал. Он говорит – подожди, ты же все правильно точно знаешь. Он говорит – да, знаю, я боюсь в воду. Вы внимание обратите, да? Что происходит? Присходит такая интересная вещь. Оказывается, надо понимать, что такое знание, и надо понимать, что такое навык. И это разные вещи. Как вы думаете, сколько процент своих знаний вы сейчас практикуете? Мало, мало. Нало. Два, три, пять, пять. Вот, вы это чувствуете? Да. Что каждый из нас очень много знает. Есть люди, которые много знают. Есть люди, которые многого достигли. Пожалуйста, да? Внимание. Есть люди, которые очень много знают. А есть люди, которые многого достигли. чем отличается это два категории людей потому что однажды я анализировал человек не делает то что узнает просто не делает а второй раз когда слышали это чего-то похожего когда это же понятно это знание а если третий раз вообще игнорю говорит это же что там особенного но в реальность он это не умеет делать если знание есть но человек не умеет делать ему не хватает умения ему не хватает умения мы это говорим знание мы говорим о навыке умений оказывается действительно максимум люди оказывается среднем массовый народ 5 процент свои знания используют и не поэтому в глубине души большинство людей чувствует что он на самом деле намного умнее человек по сравнению как он живет кто из вас это чувствует честное слово намного больше знаем намного умнее человек по сравнению как мы живем думаешь вроде бы намного больше знают больше чувствует и то есть все инклюзивно любой человек это чувствует теперь внимание обратите если одно важный механизм знание надо довести до автоматизма когда знали доведешь что автоматизма она превращается в навык это означает чтобы знание дошло до автоматизма его надо будет очень много раз отточить а теперь здесь есть некий барьер некий барьер который люди останавливают какой барьер остановить людей психологически выносливость слабый характер у людей вот это когда автоматизма чтобы довести может быть одна и даже придется много-много-много-много раз делать например торговый агент подходит он сталкивается отказом так или нет он приходит отказывать ему что-то не получается приходит второму отказывать приходит третьему отказывать а если он продает какую-то продукцию которой по юрлицам продают соответственно он постоянно сталкивается с теми людьми которые не могут принимать решение потому что теми людьми которые принимают решение они на верхушке сидят а до них его не допускают и он постоянно сталкивается с кем он приходит с подчиненным разговаривать они не принимают решение они говорят мы посмотрим мы подумаем давайте давайте ваши предложения они создадут ему миллион препятствий и то даже если эта компания это нужен это тянется как резина очень тяжело и что происходит с этим торговым он говорит месяц ходит результата нет и соответственно у него начинается что произойти что человеку двигает да человеку двигает вера человека двигает эмоции запомните человека двигает всегда эмоции если у человека вдохновение если он пойдет делать если у человека нет вдохновения он ничего не верит если у него нету вера энтузиазм он начнет сомневаться даже если он знал уже когда встреча с людьми не может говорить запутается ему не хватает вот в этом он вот это выдержка надо выдержка иметь чтобы дойти до этого и поэтому очень важную роль играть а выдержка она зависит от характера насколько характер вносный насколько характер трудоголик насколько характер у человека который привыкший фокусироваться на конечный результат независимо от внешней ситуации насколько человек могут концентрироваться на конечной цели насквозь все препятствия а вот этого не у всех есть это действительно у всех есть вот сейчас будем говорить поэтому продавцы им придется через это все пройти вот когда мы говорим о продаже это такое и предприниматель тоже сами если по-другому посмотреть этот путь который пройдет предприниматель бизнес это ты на практике теоретически его не научишь это должен пройти пройдет все поэтому знали нам нужно довести до уровня навыки умений не важно чем занимаетесь вы продажа занимаетесь вы занимаетесь бизнесом чем ими занимаетесь поэтому мы будем говорить с вами пожалуйста почему об этом я сейчас рассказываю я не хочу чтобы чему здесь случились она осталась только на бумаге это нам не нужен уже нам нужно чтобы через некоторое время когда с вами встретились высказал знаете я вот это вот это сделал у меня есть вот такие результаты